С нами на связи Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Да, добрый день. Вот новости, которые держат в напряжении Украину и должны держать мир в напряжении также. Окупанты готовят теракт на ЗС. Также заминирован завод Крымский Титан, как мы знаем. В случае непоправимого последствия будут просто катастрофическими. Чего добивается агрессор и как должны были бы отреагировать не только наши партнеры, но, наверное, и весь мир? Речь идет о катастрофе, которая может иметь глобальный характер. В случае с заездом спрятаться от радиации ведь не удастся. Ну, подрыв Каховской ГЭС имеет глобальные среднесрочные и долгосрочные проблемы, которые будут для региона только нарастать. Это, несомненно, смотрите, Россия сегодня перешла к несколько другой тактике ведения этой войны, потому что не только военным путем она хочет добиться своих целей. Она использует исключительно военные, вернее, у нее уже не получается. Она хочет добиться своих целей, скорее, террористическими инструментами. И среди основных террористических инструментов мы с вами можем выделить два основных. Это атаки гражданской инфраструктуры ракетами. Сегодня, кстати, параллельно с этим наносился удар Х-47 ракетами, но известными ракетами «Кинжал» по дамбе в кривом рагу и так далее. То есть это тоже, по сути, попытка разрушить дамбу для того, чтобы оказать неселективное, неизбирательное воздействие масштаба, как используется оружие массового поражения для региона и так далее. И, соответственно, минирование таких объектов, объектов критических, фундаментально критических, как ЗАЭС и Крымский Титан. То есть Россия четко демонстрирует, периодически возвращаясь к этим инструментам и говорит, смотрите, либо вы все сдадитесь, ну то есть станете на колени, принудите Украину встать, либо мы будем повышать ставки в одностороннем порядке, используя террористический инструмент. Президент Украины фиксирует внимание, чтобы не получилось так, как с Каховской ГЭС. Мы фиксируем внимание, смотрите, мы видим, что Россия не осуществляет деэскалацию той же ЗАЭС, о чем неоднократно, кстати, говорил МАГАТЭ, что мы сейчас тут все порешаем, очень договоримся и так далее, у нас есть гениальный план и тому подобное. Президент Украины фиксирует, никаких гениальных планов нет. На сегодняшний день находится тяжелая военная техника России, территория ЗАЭС полностью под контролем российской армии, соответственно, возможности для минирования не то, что есть, а инженерные войска это прямо сейчас осуществляют, и учитывая качество современного российского контингента, оно имеется в виду интеллектуальное, прежде всего, качество, подготовку, компетенции и так далее, возможны различные эксцессы вплоть до преднамеренного подрыва и так далее, потому что Россия не понимает, ну вернее, понимает последствия, но считает, что эти последствия могут привести к окончанию войны в интересах Российской Федерации. Поэтому, смотрите, фиксируем еще раз, что такой риск существует. Второе составляющее. Хотим, чтобы международное сообщество не просто делало заявление о том, что у нас есть гениальные планы, я еще раз обращаюсь к словам господина Гросси, а что действительно есть инструменты, которые позволяют превентивно обозначить для России риски, которые Россия получит в случае попытки реализовать эти сценарии, и чтобы это не выглядело как, опять же, с подрывом Каховской ГЭС. Поэтому я думаю, что публичное обозначение этой проблемы, оно действительно позволит к этой теме приковать больше внимания, особенно внимания стран, которые относятся к так называемому ядерному клубу, и, соответственно, выйти на какие-то более жесткие решения, а не просто заявления. Ну, то, что касается применения ядерного оружия как такового, президент Украины Владимир Зеленский уверен, что российский диктатор Путин не готов применить ядерное оружие, и, я напомню, разведка того же мнения, я хочу процитировать, я не думаю, что он готов это сделать, потому что он боится за свою жизнь, он ее очень любит, но я не могу сказать наверняка особенно о человеке, который не имеет связи с реальностью, которая в 21 веке развязала полномасштабную войну против своего соседа, так сказал Владимир Зеленский. Как бы вы прокомментировали эти слова и возможные ядерные угрозы со стороны России? Ну, во-первых, связь с реальностью у Путина действительно отсутствует. Вы посмотрите на его последние комментарии, которые следуют. То есть он не то, что не понимает происходящее событие с точки зрения той эры, в которой он живет, наоборот, он продолжает в риторике использовать эскалационные моменты, то есть он продолжает говорить о том, что Украина должна быть уничтожена и так далее, и тому подобное. То есть он максимально разрушительно подходит к тому, что должно дальше происходить в рамках этой войны. То есть это уже никакая не специальная военная операция, даже он это уже прекрасно понимает. И комментирует эта полноценная война, в которой его парни кого-то там наколачивают, уничтожают, убивают, вырезают и тому подобное. Поэтому действительно я здесь абсолютно точно хочу зафиксировать важный параметр. С этим человеком вы не можете вести ни переговоры, ни о чем договариваться. То есть он не является адекватным, то есть юридически, физически, ментально, психически дееспособным, чтобы принимать ответственные решения. К сожалению, он, тем не менее, остается номинально президентом Российской Федерации. И, соответственно, в Российской Федерации отсутствует, полностью отсутствует критическое мышление по отношению к тем или иным действиям, которые предпринимает Путин. Переходим теперь, собственно, к ядерной угрозе как таковой. Смотрите, одно дело использовать объекты критической инфраструктуры, Каховская дамба, Запорожская атомная электростанция, Крымский титан, для подрыва и для нанесения существенного, максимально объемного, масштабного вреда территории, где они находятся, объекты. И другое дело, применить тактическое или уж тем более стратегическое ядерное оружие умышленно, превентивно и получить встречный, точно такой же ядерный удар. Первое для него является инструментом ведения войны. Мы только что разобрали, что сейчас Россия ведет исключительно войну террористическим методом. И, кстати, очень важно, чтобы это не только мы с вами понимали, но и партнеры, потому что если они начнут наконец-то это понимать, то изменится статус России юридический, это будет страна-террорист. И, соответственно, тогда не нужно будет думать о каких-то пакетах санкций, что мы включим, какую отрасль будем санкционировать, как мы еще там не позволим Россельхозбанку зайти через корреспондентские счета и получать деньги и так далее и тому подобное. Потому что статус террориста однозначно убирает из России все зарубежные компании, которые там до сих пор работают и платят налоги, убирает, условно говоря, торговые взаимоотношения России со многими странами, в том числе с нейтральными, и резко сокращает поступление денег в бюджет. Поэтому это не просто слова о рисках, террористических рисках, которые генерирует Россия. Так вот, и другое дело, идти на заведомое уничтожение собственной страны именно прямым воздействием того или иного оружия массового порождения. Тут я с президентом Украины абсолютно согласен, исходя из психотипа Путина. Несомненно, он хочет дальше выходить, абравировать, болтать по фене, оскорблять людей, но при этом не попадать под риски непосредственно лично для себя. Поэтому первое, чрезвычайно опасно, то есть террористические эскалационные действия, ну и имеется в виду минирование, подрывы и так далее. Второе, маловероятно, о чем правильно говорит наша разведка. Ну, дикие фейки в последнее время распространяют распропаганда о высших чинах Украины. То у них командующий ВСУ Валерий Залужный погиб, то глава разведки Кирилл Буданов. Вот на свежем видео, которое уже показывали, генерал Залужный проводит совещание в группах войск на передовой, полон сил и энергии. Глава разведки встречается в Киеве с послами и отвечает в прямом эфире на вопросы украинских журналистов. Вот сейчас мы видим генерала Залужного, который проводит совещание, рабочая атмосфера. Видим, что он жив, здоров и полон сил выбивать врага с территории Украины. Какую цель преследует Кремль, распространяя вот такие, но фактически заведомо ложные новости? Три простых мотива у России. Давайте все-таки сейчас уже не переоценивать интеллектуальные способности российской пропаганды в целом. Поэтому они решают три простых задачи. Первая задача – это доминировать в информационном пространстве и втянуть нас, реагировать на повестку, которую они будут задавать. Неважно, она абсурдная, она реалистичная. Это не имеет значения. Главное – забить информационные площадки, информационные каналы, чтобы мы с вами отвлекались на, скажем так, оправдание чего-то, на сообщение дополнительной информации или на опровержение чего-то и так далее и тому подобное. То есть они хотят быть инициаторами информационного порядка дня. Ну, то есть, грубо говоря, диктовать условия, что, когда и как кто должен комментировать. То есть и за счет, в том числе, вот этих скандальных фейковых информаций, опять же, хотят масштабировать свое присутствие на рынке. Например, мы сейчас говорим об Украине. На рынке, где они проигрывают практически тотально информационные составляющие. Это первый мотив. Второй мотив, еще более банален, это компенсаторный механизм, который позволяет свои страхи замаскировать тем, что, смотрите, так мы их там убиваем уже. То есть мы там уже уничтожили все военное руководство. И, соответственно, качество войны, как таковой, в исполнении Украины, качество наступательных операций, качество специальных операций будет гораздо ниже. Нечего бояться. То есть они таким образом пытаются психологически скомпенсировать внутренние страхи, ожидание необратимости возмездия как такового. И, соответственно, вот они распространяются слухи на какое-то время, получая такое комфортное состояние. Смотрите, так мы же там уже всех уничтожили, поэтому нам нечего бояться. Это вторая составляющая. И третья составляющая – это, безусловно, воздействие на свою аудиторию. Это попытка свою аудиторию, она достаточно примитивна. Российская аудитория, в принципе, максимально примитивна. С ней не нужно работать тонкими технологиями. Вы, я думаю, это уже прекрасно понимаете. Она откликаема на самые примитивные раздражители, на самые примитивные пропагандистские клише, на самые примитивные фейки и так далее и тому подобное. Это одно из ключевых достоинств российской пропаганды. Она смогла построить такую себе аудиторию, которая абсолютно некритично на все это смотрит и принимает за чистую монету даже настолько абсурдные сообщения. Каким образом она воздействует на эту аудиторию? Она хочет ее хотя бы немного держать в таком мобилизационном тонусе. Имеется в виду не мобилизационным в качестве юридической процедуры идти на войну как таковой, а мобилизационным в качестве фона для поддержки агрессивной модели внешней политики Российской Федерации. Типа мы имеем право там убивать, поддержите нас за это. И смотрите, мы эффективно это делаем, поддержите. Дальше мы будем дальше кого-то убивать, резать и так далее. Потому что, смотрите, ведь если бы пропаганда сказала, мы зашли в Украину и единственное, что мы там можем делать, это убивать гражданское население, безоружное население. Мы там атакуем гражданскую инфраструктуру, многоквартирные дома, убиваем пенсионеров, стариков, 80-90 лет убиваем детей, 9-10-8 лет и так далее крылатыми ракетами. Это даже на абсолютно неприхотливую и глупую российскую аудиторию влияло бы отрицательно. Ну то есть, грубо говоря, когда ты говоришь правду, то есть о том, что ты на самом деле делаешь в Украине, это абсолютно точно размобилизовало даже вот эту никчемную аудиторию. А когда ты выходишь, смотрите, там очень крутой чудак был, один, второй, третий, четвертый. Мы их уничтожаем, потому что у нас такие профессиональные спецназы и так далее и тому подобное. Вот, в принципе, три примитивных задачи. Эти задачи, они так или иначе худо-бедно решают. Они совершенно не задумываются о том, о чем вы говорите, что информационная, постинформационная эра позволяет очень быстро проверить любую информацию. Очень много источников для проверки, есть очень много инструментов для проверки. Их это не волнует. Они хотят получить, знаете, такой калифт на час. То есть вот мы получили на 24 часа какой-то позитивный информационный инструмент. Все и сразу, да? Все и сразу прямо сейчас. Все, безусловно. Поэтому я тут не особо сильно на это обращал внимание. Наша задача с вами немножко другая. Смотрите, мы их не роззомбируем. Я хочу, чтобы мы с вами это понимали. Наша задача работать в русскоязычной информационной среде, в том числе, потому что это не только касается россиян, которые зазомбированы. Это касается большой аудитории, которая слушает на внешних рынках, очень важно, на внешних рынках слушает вот эту же абсолютную галиматью. Вот здесь очень важно, чтобы мы объясняли позицию, реальность и так далее и тому подобное. Что мы, собственно, с вами и делаем. Вы знаете, вот хочу продолжить вашу мысль по поводу примитивности этой аудитории. Ведь многие люди, находящиеся в оккупации, да и пленные, утверждали, что на полном серьезе эти оккупанты в разных частях захваченных территорий спрашивали, «Покажите, где Степан Бандера, мы должны его убить, у нас задание убить Степана Бандеру». И когда люди говорили, что, в принципе-то, он умер-то давно, и они просто не верили. Это абсолютно объективно. Вы даже знаете одного из руководителей российских регионов, Северо-Кавказских, который на полном серьезе вознаграждение за убийство господина Бандеры объявлял. И, соответственно, это выглядит крайне нелепо. Но, тем не менее, это выглядит крайне нелепо для современных людей, имеющих неограниченный доступ к информации. Но для нас с вами это выглядит нелепо, для России это выглядит не так. Вот смотрите, Россия построена как принципиально классическое арабское государство. У них есть что? У них есть инструменты подавления воли человека, инструменты страха, инструменты голода, то есть когда человек не в комфортных условиях живет. Инструменты, которые говорят о его внутреннем величии, потому что он относится к народу, к богоизбранному народу, который имеет право всех вырезать, потому что он там выполняет какую-то миссию. И так далее. И, соответственно, для этого народа не важна критичность, опять же, не важна информация реальная. Вот созданы какие-то наборы клише, биолаборатории, НАТО атакует, НАТО хочет поработить Россию, соответственно, Украина это страна нацистов каких-то, дамнифических и так далее. То есть эти люди не видят зеркал, у них нету этих зеркал. Они абсолютно ни к чемно выглядят, еще раз подчеркиваю. Они не эмпатийны, не интеллектуальны, не современны, выглядят чрезвычайно ужасно, некритичны и так далее. Вы от них хотите получить критическое отношение к окружающему миру. Это невозможно. И поэтому они будут на полном серьезе приходить и говорить, смотрите, а где Бандера? Смотрите, а где биолаборатория? А где нацисты? А где гомосексуалисты? А где представители других направлений ЛГБТ? Они будут на полном серьезе приходить и уничтожать миф, которого не существует. На этом, собственно, всегда построены примитивные сообщества. Российское сообщество, оно чрезвычайно примитивно. Максимально примитивная пропаганда, максимально примитивный уровень жизни. Я не беру там большие города типа Москвы, я беру в целом Российскую Федерацию, потому что основные мобилизованные, вы же знаете, да? Они из наиболее бедных регионов. И, кстати, в этих регионах сейчас запретили опубликовать некрологи. Знаете тоже, да, наверное, об этой информации, чтобы люди меньше знали и боялись? Безусловно, это правильная технология, потому что есть еще одно сегодня важное решение, вернее, два решения. Одно касается Российского Конституционного Суда. Вы помните, есть в России формально название Конституционный Суд, Верховный Суд. Хотя вы помните представителя Верховного Суда, который пришел с карты 400-летней, и говорит, смотрите, вы имеете право вырезать их. Их же на этой карте нет. И так далее. Но, смотрите, сегодня есть решение Конституционного Суда о том, что нельзя, внимательно, нельзя сомневаться в целях СВО. Фундаментально, да? То есть вы не можете сомневаться. Вот если вы усомнитесь, то к вам могут быть применены наиболее жестокие статьи Криминального кодекса от 7 до 25 лет, вы получите тюремного заключения. Вы можете приехать кого-то убить в рамках СВО, или вернуться из СВО, как они говорят, зоны СВО, в Россию кого-то прирезать. И вы можете получить, и это вторая вещь, которую, собственно, они сегодня окончательно утвердили, это отсутствие наказания за военные, ну или просто за преступления против гражданского населения на оккупированных территориях или во время действия специальной военной операции для людей, которые приехали вырезать граждан другой страны. Более того, еще могут получить право учиться в лучших вузах страны. Я уже видел фотографии на ресурсах, такие, все вот парни в наколках, да, прошедшие зоны, тюрьмы, которые поступают на лингвистический факультет МГУ. И в МГУ говорят, что, в принципе, ну пусть учатся, главное, чтобы не на юридический. Две составляющие. Первое. На самом деле, именно такими и являются лингвистические факультеты в Российской Федерации, потому что посмотрите, как разговаривает президент России, субъект Путин, да, посмотрите, какие слова он употребляет в речи, повседневной речи. Экзамен по фейне будут сдавать, да. Да, абсолютно, да. Поэтому они абсолютно комплиментарно могут учиться там, да, потому что они уже являются, по сути, лингвистами современной России. Вот эти все ребята с тату, вот эти все ребята, ботающие по фейне, использующиеся ненормативной лексикой, это и являются, по сути, главными лингвистами современной России. Это первая ремарка. И вторая ремарка. Я не знаю, что такое лучшие университеты России. Там нет университетов, там нет высшего образования. Ну, по их мнению, конечно же. Неважно их мнение для реальности, неважно субъективное мнение кого-то, важно, собственно, факт как таковой. Смотрите, в России сегодня нет высшего образования, полноценного образования, потому что иначе страна вела бы себя иначе. Вы бы имели внутреннюю дискуссию, внутреннюю свободу, и однозначно вы бы не имели вот этих проявлений античеловечности, которые каждый день видите. То есть, грубо говоря, Россия сегодня демонстрирует, что происходит со страной, которая построена по принципу зоны, одной большой зоны, где есть очень много вертукаев, и где на самом деле есть фиктивные потемкинские институты, институты, университеты, медиа, ну и, соответственно, дальше все производное и так далее. Не надо заблуждаться насчет России. Я хочу, чтобы было нам с вами понятно, что Россия – это не партнер потенциальный, не субъект глобального права или политического процесса. Это страна, которая либо будет резать и масштабировать резню как таковую, либо это страна, которая проиграет и будет подавлена определенными репрессивными методами. Ну, имеется в виду репарации, имеется в виду ограничение участия в международных институтах, имеется в виду ограничение вообще участия России в политических глобальных процессах, участия России в экономических процессах глобальных и так далее. То есть, грубо говоря, вот это задача сегодня глобального мира. И тогда возвращаемся в пункт один, с чего мы с вами начинали. С точки зрения рисков ядерных, которые возникают на ЗАЭС, о чем говорит президент Украины. Он абсолютно прав. Он хочет, чтобы мир перестал делать вид, что мы не понимаем, что генерирует Россия. Россия не генерирует ни переговорный процесс, ни процесс какого-то там, условно говоря, изменения глобального миропорядка как такового. Нет, Россия генерирует только терроризм как прямой инструмент давления на глобальную политику. Такой вопрос еще к вам. Я думаю, что очень важный вопрос. Абонсмен Дмитрий Лубенец заявил, что Венгрия нарушила международное гуманитарное право, когда провела тайные переговоры с РФ и приняла украинских военнопленных. Как вы видите эту ситуацию? Я абсолютно солидарен с господином Гуменцом. Венгрия нарушила целый ряд важных, основополагающих, фундаментальных, декларативных документов, на которых сегодня построен Евросоюз в целом. Это касается и деклараций о правах человека в целом, и международного гуманитарного права, и тех или иных конвенций по тому, как нужно обращаться с военнопленными. То есть вот три фундаментальных гуманитарных составляющих умышленно были нарушены в Венгрии. Вы поднимаете очень важный вопрос. Это вопрос о том, что Венгрия по сути является соучастником преступления как такового. То есть они взяли заложников у России, которая заинтересована в создании определенных пропагандистских площадок, на которых должны были проявиться какие-то действия. То есть, грубо говоря, страна-неучастник конфликта приходит, незаконно берет в заложники 11 граждан другой страны, которые являются комбатантами и которые находятся под защитой целого ряда и деклараций, и конвенций. И, соответственно, долгое время не позволяет к этим гражданам добраться к государству непосредственно, потому что, подчеркиваю, Венгрия как третья страна-неучастник конфликта могла бы пойти по конкретной юридической процедуре. Вот то, что сделала Турция, это называется экстракцией военнопленных. То есть эти военнопленные могли быть переданы Венгрии и там находиться на определенных условиях. Но, опять же, Украина должна была быть об этом уведомлена, Украина должна была бы получить максимальный доступ дипломатических представителей к этим субъектам и так далее. Ну, вернее, к нашим военнопленным, не к субъектам венгерским, они нам без разницы, а к военнопленным нашим. И так далее. Всего этого не было сделано. Поэтому, на мой взгляд, это одна из самых опасных тенденций, которая демонстрирует, что Венгрия, точно так же, как Россия, не соблюдает никакие глобальные договора, не соблюдает никакие декларации. Делает это манифестно и при этом оскорбляет Евросоюз в целом, потому что мы пока не видим надлежащей реакции. Нельзя позволять стране столь демонстративно принимать участие в конфликте на стороне Российской Федерации и нести за это ответственность. Ну и главное, нельзя Венгрии позволять издеваться над гражданами Украины. Соответственно, сейчас непосредственные действия Министерство иностранных дел предпринимает, и юридического характера действия, и господин Лубенец, как уполномоченный по правам человека, предпринимает определенные юридические действия. Я думаю, что для Венгрии будут тяжелые последствия не только по этой ситуации, а вообще потому, что она делает в рамках этой войны. Украина является ключевым элементом обороны Европы и ждет от НАТО мужества это признать. Заявил во время онлайн выступления на конференции в Лондоне президент Украины Владимир Зеленский и привел аргументы в пользу присоединения Украины к НАТО, отметив, что страна уже является ключевым элементом европейской обороны. С какими результатами Украина подходит к саммиту НАТО в Вильнюсе, как вы считаете? Украина доказала несколько вещей. И хотелось бы, чтобы и военный альянс тоже доказал, ради чего создаются альянсы. Ну, то есть, для чего был создан НАТО. Ведь это же не просто альянс, мы обороняем границу. Это ведь альянс, который должен защищать определенные ценности. Ну, то есть, в рамках которых живет, например, на сегодняшний день демократический мир. Вот Украина доказала, что она готова платить наивысшую цену за право жить свободным в демократическом конкурентном пространстве. И, соответственно, что ни одно государство такого типа, как Российская Федерация, не может прийти на чужую территорию, безнаказанно совершая там большой объем масштабных преступлений. И, соответственно, Украина доказала три вещи. Еще раз подчеркиваю. Первое, что свободу нужно защищать обязательно. И это не абстракция, это конкретное будущее и настоящее. Если вы это не готовы делать, то тогда не важно, как вы себя называете, и не важно, в каких альянсах вы состоите. Второе. Украина доказала, что она ответственный партнер, абсолютно ответственный, который очень быстро на марше, в тяжелейших условиях проводит переоружение своей армии, переходит на натовский стандарт. И, соответственно, проводит обучение, управление в рамках натовских стандартов и слаживание вратом натовских стандартов. То есть, по сути, она уже является фактически членом НАТО. И третья составляющая. Украина показала, что даже масштабные войны, войны с превосходящим противником, можно эффективно модерировать и эффективно противостоять таким оппонентам. Потому что за твоей спиной не только твои семьи, но и семьи других людей, а мы сейчас говорим о Европе в целом, которые хотят жить в определенных правилах. И если с той стороны на тебя сунем, в буквальном смысле, это слово «орда» тех людей, о которых мы с вами выше говорили, то есть людей некультурных, невоспитанных, неинтеллектуальных и так далее, главная задача которых резать, убивать, мародюрить и так далее, то, в принципе, это вопрос выживания общего европейского дома. И Украина сегодня абсолютно точно этот общий европейский дом защищает. Поэтому мне кажется, что и с физической стороны, и с моральной стороны, и с юридической стороны, Украина является, должна, вернее, являться неотъемлемой частью блока НАТО. Вот НАТО нужно действительно, то, о чем говорит, опять же, президент Украины, нужно все-таки набраться политической воли, не вести себя, как в 2008 году. Давайте мы вам дадим какой-то ПДЧ, план действия по вступлению, да, члены и так далее. Потому что вы должны пройти там определенный путь и так далее, и тому подобное. И, к сожалению, в 2008 году вот это ПДЧ, на самом деле за ним стояло нежелание отвечать на главный вопрос. Россия не может контролировать постсоветские страны. Россия не может считать себя хозяином постсоветского пространства. Что суверенитет – это не абстракция, а конкретика. Так вот, если в 2008 году было отсутствие воли, мы хотим, чтобы сейчас эта воля присутствовала. И если мы приняли решение, что мы вместе будем Европу защищать, а Украина сегодня делает это непосредственно, то, наверное, дальше нужно принять и какие-то конкретные политико-юридические решения. Ну, конечно, когда уже, если не сейчас. И в конце уже нашего разговора буквально кратко я хотел бы привести историческую параллель. Да, сегодня 22 июня, когда союзник СССР, Германия напала на Советский Союз, но в новейшей истории Украины уже даже слова из песни «Киев бомбили», да, и вообще слово «война» теперь ассоциируется с Россией. Так или иначе, от этого уже не уйдешь. Спасибо вам большое. Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины, был в нашем эфире. Благодарю вас. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.